Николай Басков. Российский оперный исполнитель, обладатель лирического тенора. Один из самых ярких представителей современной эстрады. Золотой голос и главный блондин в Сиэруси он не оставляет никого равнодушным. По просьбам наших подписчиков мы сделали видео об этой знаменитости. Николай Басков. Как живет главный блондин России? Николай Викторович Басков родился 15 октября 1976 года в городе Балашихи Московской области. Отец будущей звезды был военным, что стало причиной частой смены места жительства семьи. Когда Николаю исполнилось два года, семья переехала в ГДР, где отец проходил службу. А мать, Елена Николаевна, работала директором на телевидении, хотя по профессии она учитель математики. В первый класс Николай пошел в Германию. Кстати, талант к певческому искусству открылся у маленького Коли еще в возрасте 5 лет. Он начал петь колоратурным сопрано. Родные решили, что внук пошел в своего деда, у которого был поразительный талант. Не имея музыкального образования тот мог справиться с любым музыкальным инструментом. После возвращения из Германии Николай учился сперва в школе номер три в Балашихи, в музыкальную школу пошел в городе Кызыл, а после, с третьего по седьмой класс, учился в Новосибирске в школе номер 186. Здесь же Басков посещает классическую музыкальную школу при консерватории, которую окончил с золотой медалью в 1989 году. Родители старались всесторонне развивать сына. Николай занимался плаванием в моноласте и получил второй юношеский разряд. Во время жизни в Новосибирске стартовала также карьера юного певца на сцене. С 1989 по 1992 год он состоял в группе детского музыкального театра юного актера. Николай гастролировал по разным странам, посетил США, Израиль, Францию и Швейцарию. Уже в возрасте 12 лет Басков выступает на сцене Парижской национальной оперы, исполняя роль третьего мальчика в опере «Волшебная флейта». В восьмой класс Николай пошел уже в Москве. Он отправился в школу номер 1113, где было углубленное изучение музыки и хореографии. Несмотря на все старания, семья жила небогато. Уже с юного возраста Николай привык подрабатывать. Позже он признавался, что умел профессионально делать жалобное лицо. Сперва Басков торговал ромашками, а в более старшем возрасте занялся перепродажей дефицитных товаров. Однажды он столкнулся с Александром Абдуловым и вновь стал давить на жалость, сказав, что он очень устал стоять. Абдулов с усмешкой и наставлением «далеко пойдешь» приобрел парфюмерию по явно завышенной цене. В конце концов карьера фарцовщика привела к тому, что отцу Николая пришлось выложить все накопления, чтобы сын избежал неприятностей. Басков был строго наказан. Несомненно, дальнейший путь юного певца был связан со сценой. В 1993 году Николай поступил в ГИТИС, однако после первого курса был отчислен за систематические прогулы танцевального класса. Затем он начал брать частные уроки вокала. В 1996 Басков поступает в Российскую академию музыки имени Гнесиных, а на следующий год становится лауреатом «Романсиады» Всероссийского конкурса юных исполнителей русского романса. Кстати, в этот период случаются первые известные романы юного красавца. Известно, что еще учась в школе, он был очень неравнодушен к будущей актрисе Наталии Громушкиной. В студенчестве у него был роман с Марией Максаковой, которая также училась в Гнесенке. В 1998 году Басков становится солистом театра оперы и балета в Новосибирске, а в следующем году Николай ждет признание – его приглашают на стажировку в Большой театр. Летом того же года он впервые исполняет партию Ленского в опере «Евгений Онегин». Тем самым становится самым молодым Ленским в мировой истории. Все это явилось переломным моментом для карьеры молодого певца. Примечательно, что изначально фамилия Николая звучала как Басков, однако благодаря случайной реплике ведущей Галины Преображенской на вечере памяти Лемешева ударение было изменено – он, да и вся его семья стала отзываться на Басковы. В 2000 году артист снимает клип на композицию памяти Карузо, которая практически молниеносно становится популярной и закрепляется в хит-парадах на радио и телевидении. Карьера развивается стремительно, имя Баскова теперь известно не только среди любителей оперы, но и для широкой аудитории. Становление в качестве эстрадного исполнителя случилось благодаря композитору Александру Морозову. Именно он подал идею эксперимента – совместить типажи поп-исполнителя и обладателя классического оперного голоса в одном человеке. И это удалось. Позже обратить внимание на Баскова посоветовали продюсеру Борису Шпигелю – он берет под крыло талантливого исполнителя. Также в 2000 году певец знакомится с Монсеррат Кабалье. Она выбрала его в слепом прослушивании и уже летом того же года на сцене Ледового дворца в Петербурге они выступают дуэтом. Талант Баскова так полюбился легендарной оперной диве, что она берет его в ученики. Кстати, он единственный из учеников, с кем она пела дуэтом. Примечательно, что Басков считает эту встречу, предначертанной судьбой. В детстве во время его гастролей они случайно пересеклись в аэропорту, где Монсеррат Кабалье, проходя мимо, погладила юного Баскова по голове и похвалила его. После ему снилось, что знаменитая оперная певица исправляет ему ноты. Позже так и вышло при встрече. В 2000 году на свет выходят сразу два альбома певца – «Посвящение» и «Посвящение на бис». Через год Николай получает диплом Гнесенки и поступает в аспирантуру Московской консерватории имени Чайковского. 27 января 2001 года состоялась «Свадьба Баскова и Светланы Шпигель» – дочери его продюсера. Многие злословили, что брак был заключен по расчету, однако Николай признавался в искренних чувствах к избраннице и говорил, что Светлану просто невозможно не полюбить. В то же время он продолжает творить. Был выпущен диск «Шедевры уходящего века», куда входят оперные арии и другие известные песни двадцатого столетия разных жанров, а также альбом «Мне 25», в состав которого вошла легендарная шарманка. В сентябре того же года Басков получает титул заслуженного артиста Российской Федерации. В 2002 году он впервые появляется на сцене фестиваля «Песня года», в рамках которого исполняет две свои композиции – «Шарманку» и «Силы небесные». Обе сразу становятся шлягерами и буквально уходят в народ. На Баскова, как из рога изобилия, сыплются награды и премии «Овация», «Золотой граммофон» и другие. С июля 2003 года Николай становится ведущим проекта «Дом» на канале ТНТ. Однако занятость не позволяет довести проект до завершения. Его сменяют сперва Светлана Хоркина, а затем ведущим становится Дмитрий Нагиев. В это же время артист появляется в новогодних мюзиклах, он исполняет роль принца в «Золушке» и был Каим в «Снежной королеве». Басков много гастролирует, у него масса работы, что сказывается на театральной карьере. В сезоне 2003-2004 года он ни разу не выходит на сцену Большого театра. С ним разрывают контракт. Однако артист считал, что ему просто не давали шанса спеть в спектакле. Так или иначе, в 2004 году он заключает контракт с Академическим театром оперы и балета в Нижнем Новгороде, а через год уходит в труппу Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева в Йошкар-Але, в составе которой находится до 2012 года. Все это время Басков выпускает множество клипов и композиций, активно гастролирует, в том числе по миру, собирает аншлаги в США и Израиле. Выходят его диски «Никогда не говори прощай», «Отпусти меня» совместно с Таисией Повалий и «Лучшие песни». С 2005 года Николай является бессменным ведущим программы «Субботний вечер» на канале Россия. В том же году он становится лучшим участником звездной команды в клубе «Что, где, когда». С 2006 года Басков снимается в знаменитой рекламе чая «Золотая чаша». В том же году у Светланы и Николая рождается первенец, сына назвали Брониславом. Певец с нетерпением ждал появления сына, провел с женой несколько дней в роддоме, после полноценно ухаживал за малышом. Он шутил, что теперь ему на концертах нужно дарить не любимые бордовые розы, а подгузники. Однако семейная жизнь не сложилась, вскоре отношения между супругами разладились и начался тягостный процесс развода. Делилось и имущество, и творчество, и ребенок. В результате за Николаем остались его имя и композиции, а вот отправ на Бронислава он был вынужден отказаться. В 2008 году пара официально развелась. Сына Басков не видел много лет и до сих пор не особо хочет поднимать эту тему. Говорят, спустя 11 лет он не узнал Бронислава на фотографии. Николай продолжает сниматься в новогодних мюзиклах. Он исполнил роль Иванушки-рыбачка в «Золотой рыбке», Короля Ягу-Попа в «Королевстве кривых зеркал» и Пьеро в «Золотом ключике». Кроме того, артист играл самого себя в сериале «Моя прекрасная няня» и был двойником Баскова в сериале «Обручальное кольцо». В 2009 году Николай проводит грандиозный тур по городам России. В финале которого состоялись два больших концерта в Москве. Их посетили более 15 тысяч человек. Одно выступление было эстрадным, а вот второе – благотворительным концертом для учителей, во время которого певец исполнил 23 арии. В мае 2009 года Баскову было присвоено звание «Народного артиста России». За несколько лет до этого ему уже были присвоены «Народный артист Украины», а позже и Чеченской республики. В том же году появились сообщения о романе между Басковым и Оксаной Федоровой. Впервые они познакомились на съемках программы «Лучшие песни», где она была ведущей. После программы «Субботник», которую также вела Оксана, зрители заподозрили в них пару. Журналисты уверяли, что это пиар и не более, но влюбленные проводили время вместе, записывали песни, снимали клипы. Кстати, по уверениям Федоровой, к началу отношений с Басковым она уже рассталась с мужем. Но так как развод оформлялся в Германии и решение дела затянулось, развод и старт новых отношений совпали по времени. Дело шло к свадьбе, но не судьба. В 2011 году на концерте Игоря Николаева, когда пара исполняла «Дельфина» и «Русалку», Николай объявил, что они с Оксаной тоже не пара, чем шокировал и спутницу, и зрителей. «Мы, к сожалению, решили расстаться». «Никто не хлопает, Николай, ты понимаешь?» «Нет, но так бывает в жизни. Мы поняли, что мы два человека, которые действительно друг другу самодостаточно…» В это же время артист получил еще одно образование, окончив магистратуру факультета государственного управления МГУ. Кроме того, снялся в «Нашей Раше», исполнил роль Ивана в «Морозко» и «Принца» в «Новых приключениях Алладина». С февраля по апреле 2011 года он был ведущим проекта «Золушка для Баскова» на канале Интер. В это же время у артиста начинаются близкие отношения с Анастасией Волочковой. Они играли с публикой, подогревая интерес к своей паре пикантными фото и двусмысленными комментариями в социальных сетях. Зрители ждали эпатажной свадьбы, но Волочкова призналась, что между ними была «любовь», но осталась только дружба. В январе 2012 года певец участвует в концерте, посвященном полувековому юбилею творческой деятельности Монсеррат Кабалье. В феврале он выступил в Нью-Йорке с симфоническим оркестром. У певца выходит новый альбом «Романтик Джорни». В том же году он вел телепередачу брачное агентство Николая Баскова. Певец занимался сватовством на канале «Россия-1». Осенью 2013 года в концертном зале Кремля Николай выступает в составе звездного трио вместе с Монсеррат Кабалье и ее дочерью Монсеррат Марти. В 2014 году у Баскова начинается роман с моделью и певицей Софией Кальчевой. Также «Золотой голос России» продолжает выпускать новые композиции. Выходят песни и клипы «Я буду руки твои целовать», «Зая, я тебя люблю», «Обниму тебя» и другие. Николай продолжает участвовать в мюзиклах. Он появляется в роли Робина Гуда в «Красной шапочке», исполняет главную роль певца Николая в мини-сериале «Поворот на оборот» и перевоплощается в «Соловья-разбойника» в фильме «Три богатыря». Кстати, в том же году у Баскова и Натали выходит знаменитая песня «Николай». Песню написала сама певица специально для Баскова. В 2015 году артист появляется в камео в сериале «Воронины», а спустя некоторое время также появился в короткометражке «Зет» Василия Сигарева, где исполняет достаточно странную роль. Его съедают зомби во время концерта, но певец воскресает, превращается в зомби и продолжает выступать. Этот фильм являлся рекламой жилого комплекса «Зиларт». Кстати, другой рекламный ролик этого комплекса, в котором появился не только Басков, но и Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Лолита и Максим Галкин, был раскритикован в «Пух и прах». Также Николай принимал участие в озвучке мультиков, таких как «Реальная белка», «Савва. Сердце воина», а в «Историях игрушек» его голосом говорит Кен. В апреле 2016 Басков играет антигероя в романтической комедии «Все исправить». Он требует денег с молодых исполнителей, которых сыграли участники группы M-Band. Позже в передаче «Вечерний Ургант» артист снимает с Иваном пародийный клип на популярный японский хит «The Story of Pen – Pineapple Apple Pen». В том же году Басков открывает свой продюсерский центр, выпускает альбом и концертную программу «Игра», ради которой певец сильно похудел. При помощи тренировок и коррекции питания он сбросил 22 килограмма. Кстати, как и для многих других туров, костюмы для игры звезде готовил известный российский дизайнер Владимир Середин. В общем-то, образ Баскова на сцене – его рук дело. Кстати, согласно семейной традиции, певец не отмечал день рождения в 2016 году. В их роду не принято праздновать сорокалетие. В начале 2017 года отношения Николая с Софией Кальчевой завершаются. Все время романа они, по сути, жили гостевым браком, и все казалось хорошо и складно, однако стать официальной женой звезды девушка отказалась. Спустя несколько месяцев Басков объявляет все-таки о помолвке с телеведущей и моделью Викторией Лопыревой. Свадьбу назначили на 5 октября. И должна она была пройти в Грозном, а свидетелем согласился стать сам глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Но сперва торжество перенесли, а после и вовсе о нем забыли. Многие считают мимолетный роман просто пиар-акцией. В январе пара рассталась по причине обоюдной занятости на работе. Кстати, в прессе постоянно циркулируют слухи о нетрадиционной ориентации Николая Баскова. Певец регулярно появляется в подборках о скрытых геях российского шоу-бизнеса. Сам Басков подобные сплетни не комментирует. В 2018 году артист продолжает удивлять публику. В феврале он совместно с группой «Дискотека Авария» исполнил композицию «Фантазер». В августе того же года выходит совместный клип Киркорова и Баскова «Ибица». Сценарий эпатажного ролика подготовил Александр Гудков. Кроме исполнителей в клипе засветились также Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, Андрей Малахов и Гарик Харламов. Клип в первые же сутки набрал рекордное количество просмотров, но публика негативно среагировала на преображение народных артистов. Филипп и Николай записывают видеоизвинения, также выполненные с изрядной ноткой юмора. Кстати, они вместе рекламировали кошачий корм «Феликс», в котором обыграли свое противостояние в попытке завоевать внимание кота. Ролик получил неоднозначный отклик среди коллег звезд. К слову, рекламу бренда «Соков Фруктовый сад», в которой Басков появился в роли промоутера в костюме «Яблока», также признали достаточно странной. В том же году в ходе президентских выборов Николай вошел в состав движения «Путин Тим», выступавшего в поддержку Владимира Путина. В марте 2019-го певец становится ведущим музыкального шоу «Ну-ка, все вместе». А уже в мае он снова удивляет зрителей и выпускает клип на композицию «Караоке». В ролике он предстает в разных образах и от души высмеивает себя и весь российский шоу-биз. В декабре 2019 года Басков выпускает композицию «Зараза», а с 3 января 2020 года становится постоянным ведущим программы «Начнем с утра» на канале «Россия-1». В июне певец выпустил песню «Девочка-космос», а в сентябре поддержал Лукашенко, выступив на концерте в Минске. Также совместно с Филиппом Киркоровым, Анитой Цой, Александром Буйновым был выпущен клип в поддержку Александра Лукашенко. Многие очень негативно отнеслись к такому проявлению политической позиции. Также в сентябре Басков удивил поклонников совместным треком с Даней Милохиным «Дико тусим». Это стало коллаборацией представителя Старой эстрадной гвардии и блогерского дома Dream Team House. За сутки клип набрал около 3 миллионов просмотров. К своему 44-му дню рождения певец выпустил клип на песне «Любовь бессмертна». В ролике рассказана красивая и трагичная история любви в исполнении Анны Снаткиной и Дмитрия Пчелы. Сейчас Николай Басков зарабатывает около 6,5 миллионов долларов в год. Доход певца складывается из концертных выступлений. Заработок за одно выступление составляет от 1,5 до 4 миллионов рублей. Хотя порой траты на подготовку программ, костюмов, реквизита зашкаливают. Частенько Николай ведет заказные мероприятия, зарабатывая за вечер порядка 4 миллионов рублей. За выступление, длящееся 40 минут, в Новый год певец берет не менее 8 миллионов рублей. А вот появление на телевидении приносит звезде около 4 миллионов рублей в месяц. Неплохой доход приносят и рекламные контракты, будь то «Золотая чаша» или «Фруктовый сад». За участие в роликах исполнитель получает не менее 100 тысяч долларов. Однако за рекламу финансовой компании «Кэшбери» на Баскова и Бузову подал в суд житель Анапы – инвалид детства. Он поверил рекламе, пытался накопить на операцию в Израиле, но «Кэшбери» прекратила работу. Дмитрий Ружников требует 800 тысяч рублей для возмещения ущерба. Кроме того, Басков получает процент от прибыли выпуска антивозрастной косметики. Также известно, что у певца есть ночное заведение «Басков Клаб». Интересно, но жилье певец самостоятельно не приобретал. На его 35-летний юбилей миллиардер Тельман Исмаилов презентовал Баскову квартиру в ЖК «Делюкс» класса «Баркли Плаза» на Причистинской набережной. Стоимость жилья на тот момент была 10 миллионов долларов. Площадь апартаментов составляет 320 квадратных метров. Из окон открывается прекрасный вид на Москву-реку и памятник Петру Первому. Возможно, это и повлияло на дизайн квартиры, которым занимался Валентин Юдашкин. Жилье оформлено помпезно, мебель раритетная, в декоре преобладают золото, лепнина и вензеля. В квартире есть две гостиные, в одной из которых стоит черный рояль, и украшением служат трехуровневые люстры. Две роскошные спальни, одна оформлена в синих тонах, другая в золотисто-бежевых. Две ванные комнаты, кухня, кабинет и гардеробная. Спустя пару лет Исмаилов подарил Баскову еще и виллу в Анталии. Особняк с именной табличкой на входе имеет площадь 400 квадратных метров и расположен на территории знаменитого Марден Пэлэс в Анталии. Здесь есть четыре спальни, две гостиные, несколько ванных в мраморе и хамам, комната для отдыха с бильярдом, две лоджии и круглый открытый бассейн. Примечательно, что виллу певец сдает, если сам ею не пользуется. Стоимость аренды от 5 до 7 тысяч долларов в день. Автопарком Басков старается сильно не хвастаться. Известно, что у него есть Бентли-лимузин. Автомобиль был тюнингован, салон оформлен белой кожей, дополнен украшениями из слоновой кости и золота. Также у Николая есть Rolls-Royce молочного цвета стоимостью 600 тысяч евро. Поговаривают, что это подарок тайной поклонницы. Как вы считаете, женится ли Николай Басков во второй раз? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok